Нормально Привет Ну он третий день отходит Поэтому чуть-чуть лучше ему Он уже кушать стал, ходить Ему запихивало все, поэтому Нормально Он просто не ел и видно из этого сил не было А сейчас кушать начал, то уже начал в себя приходить Привет Привет Переславля? Нет, не было Еду сейчас с Миленой У нас встреча с девочкой, с которой мы познакомились На нетворкинге Вот, и мы договорились позавтракать Поэтому вот Я выехала Ой, девчонка, у меня здесь нет ничего Привет, Татюшка Привет, Татюшка Привет, Татюшка Сколько мы прожили с Максом 2 года? Как тебе на свинге нравятся вечеринки? Я никогда не была на таких вечеринках. А если там продажа? Девчонки, я там вообще ничего продать не могу теперь. Насталь скажи, что было на детворкинге. Ну как, что было? Знакомство, знакомились, ребята рассказывали, кто чем занимается. Ну как бы нужно немножко развиваться в плане того, что инстаграм все прекрасно, все чудесно. Но нужно его более переводить в какой-то, наверное, другой формат. До скольки вчера гуляли? Ну девчонки до семи утра, судя по душе, чтоб мне Алена вся мудрощит написала. А я уехала в часа 2, где-то в 3, потому что мне надо сегодня было рано вставать. А после операции она говорит, нет, я заживала месяц-полтора. У меня все, ну как бы мне было тяжело, особенно на первые две недели, это ад был просто. Настя самая лучшая мудрость, поэтому Академа. Скоро, Стас, прекращай. Есть планы на отношения. Вот вы такой странный задаете вопрос. Вот много вопросов, вопросники. Желаю тебе там мужчину достойно в этом отношении. Девочки, запомните раз и навсегда, целостная личность, женщина или мужчина, они в принципе не зависят от отношений. Мы в мир приходим одни, одни и уйдем. То есть классно, круто, когда у тебя есть человек, которого ты любишь, которым ты строишь отношения, строишь семью. Но есть такой момент, что вы не должны быть в цепке и зависеть друг от друга. Потому что это, к сожалению, приводит к последствиям не очень хорошим. То есть вы должны жить, вы должны быть друг у друга, но жить как бы отдельно друг от друга. Поэтому я вам хочу сказать, что спасибо вам за пожелание, но у меня все прекрасно. Типа от того, что рядом со мной есть бой, в моей жизни ничего не меняется. Сколько ты пробыла? Так, не хочу на это вопрос отвечать, мне интересно. На все вопросы, кроме Кмеленида, у меня ни коронки, ни отбеленые зубы, ни виниры полноценные. Девочки, если вы не хотите какую-то интересную информацию предоставить, поверьте, я знаю намного больше, чем вы все вместе взятые. Поэтому как бы то, что вы мне пишете, иногда мне смешно читать, правда. Либо если вы хотите мне чем-то задеть, у вас тоже это не получится, потому что я давно ни на что не реагирую. Нет, я не пожалела ни грамотно, что я сделала операцию на грудь, допустим, если сейчас я похудела, то все прекрасно смотрится, как будто бы вот я и не худела. Поэтому это как бы правильное было решение. Кстати, ладно, хорошо, у меня. Я постоянно сказала, когда я сказала, мне не очень на голову. Да, я тебе тогда не зря сказала, что нельзя такое делать. Всегда ты должен верить в себя. Всегда. А ты, тем более, очень хороший парень. И как только ты будешь вот в себе стержень иметь, такие тёлки лучше, чем я буду к тебе клеяться. Заметила, тебе новые волоски торчат. Ну да. Дорого стоит из мира. Ну, как бы, прилично, ребят. Прилично. До миллиона рублей могут тут в это подействовать. Сколько нужно зарабатывать? Слушайте, можно зарабатывать и 30 тысяч. Какие у вас запросы, я же не знаю. Вот. Можно зарабатывать миллион его месяц просрать. Поэтому, как бы... Подражаешь Милене? В чём я подражаю? Я точно так же неплохо зарабатываю, как и Милена. Просто Милена молодец в плане того, что она в своё время копила деньги, а я в своё время эти деньги тратила. Вот только в этом разница. Нет, не пила алкоголь вообще. Почему машину не хочешь купить? Ну, во-первых, когда я хотела её год назад взять в кредит. Мне не дают кредит. Вот. Поэтому как-то вот так вот. Да, Милена общила внучка. Она вообще молодец. Мотор. Ну, многим нужно у Миленки вообще учиться. Я общ... Привет, Житомир. Хотела с вами встретиться. Если вы меня где-то встретите, подходите. Заработаю как хорошо, сто процентов. игнор по поводу украины а что я вам могу сказать чего вы ожидаете как собачка лучше лучше слушай стас как пишите расставание не знаю я считаю что ничего переживать не надо принять переступить и идти дальше все девочки вы тут у меня сами отвечаете я не комментирую кое-какие вопросы не собираюсь комментировать не нужно за меня давать ответы людям как сильно помирились а я ли не написал вот мы вы переписывались встретились вернись нет не вернусь так как знаете в говно вернуться вот вам так сказать значит не любила а нет надо бросаться в колени рыдать плакать это тоже не работает поверьте это наоборот одевать человеку корону и думаю что можно делать еще хуже по отношению к тебе привет на скрыл на но олигарх так деле слушайте за мной разные мальчики ухаживали ухаживают и скажу вам такое не деньгах счастья вообще абсолютно и у олигархов свои за из-за из-за ее бы хотел сказать что у богатых что у бедных каждого свои за эти тарканы в голове поверьте я такого наслушалась и насмотрелась тем более сейчас в москве вообще оно как бы сложно за тем почему берена свечу но милена и некоторыми девочками не общается поэтому вы для нас это нормально так чтоб не будет смотрите знаю друзья Barker Продолжение следует... Еду, Милен, еду, ща буду, 15 минут. Контроль пришел, она думала, что я сегодня проспала. Ты реально думала, что я проспала, не приеду. Хорошая девочка ты, Настя, она видна, что тебе тяжело. Было мне тяжело, скажу вам, в марте. Сейчас мне все равно, вот так вот. В марте у меня был пипец, просто когда это все началось дома, Инстаграм удалили, работы не было, денег не было, еще кое-что было. И вот тогда был пипец. А сейчас... Пойти на проект. Уже дам одной ногой, стою в ворота, бьюсь головой. Прошу, пожалуйста, верните меня. Так как они со мной поступили... Ни ногой никогда. Спасибо. А ты уже там, Милен? Видела тебя в Москве по учебе... Ой, не можете не стесняться. Можете не стесняться, подходить. Спасибо. Рост у меня метр семьдесят четыре. Я не буду ничего комментировать, то что вы просите, девчонки. Не буду. Все останется на совести людей, которые это делают. Вот и все. Есть Бог. И рано или поздно... Как родители относятся к тому, что тут Россия? Они у меня с мозгами и понимают, что я в безвыходной ситуации. Здесь есть все. Увыходная ситуация. С합니다. Это уже недавно творится по этому, по всему случатأу, Это жмешところ эска Свящих. В Санкт-Петербурге общая кормится метро лимон um recommendations. Жевем с темно-салку. И еще естьpruch шийска мне говел've. Слушайте, я не собираюсь сесть и отдыхать в хрене, как минимум с моим гражданством, и ситуация-то довольно-таки было бы странно. То есть, девушка, пожалуйста, сделайте своими провокационными вопросами. Люблю я, не люблю. Идите, пожалуйста, с моего эфира, вот. Вообще не буду спеть на локацию. Вообще-то, здрасте всем. Планино, да, расширять бренд одежды, если честно, надо создать много всего. Мартина, ну да. Уже тут вроде лучше бегает. Чего тут живешь? Девушка, я буду жить там, где я посчитаю нужным. Я не сказала, что я плохо отношусь. Если вы хотите меня спровоцировать, идите в пизду. Знаете, такое сплава? Что здесь хорошее? Ну, не знаю. Наверное, все хорошо у нее. Отвратительное. Пишите свои вопросы коварные дальше. У моего мужа нету бренда. Никакого. Сейчас только хейтер, но вроде у меня не на том эфире. У меня мало кто хейтеров. Мы не хейтеры, мы просто завистливые бабы. Это все просто. Которые бы хотели слить на буй моего мужика. Это уже все очень мечта. Так бывает. Не расстраивайтесь в чут. Встретите его когда-нибудь в своей жизни, в своей жизни, в своей жизни, в своей жизни, в своей жизни. Добро и здоровье. А вы мне очень много говорят. Я не хочу это комеджевать. Слушайте, обычно я не помню, что это за бренда. Да, я на порядке сейчас так даже не накрашиваю. Не сейчас. Так, все. Выходить? Чего? Я люблю вас.